Микс Ньюс. Добрый день, добрый вечер. Уже можно сказать, уважаемые слушатели, вы слушаете Радио Болтком, Олег Пеков в студии. И сегодня, сегодня мы встречаемся и мы будем разговаривать с очень интересной гостью. Её зовут Юлия Щербака. И она уже наша соотечественница, которая уже 4 года проживает на Кипре. И в принципе, вот, наверное, это место, ну, которое многие знают, как туристы, приезжают отдохнуть. Прекрасный край, солнечный остров, находящийся вот на Средиземноморье. Чем вот вообще привлекает Кипр? Что можно о нём рассказать? Добрый день. Здравствуйте, дорогие друзья. Поздравляю всех с наступлением осени. Одевайтесь теплее, чтобы не заболеть, поскольку ближайшие 9 месяцев, проживая в Латвии, вы можете купить себе лето только за деньги. Ну да, к сожалению, конечно, возможности, вот как всё наоборот, 9 месяцев в году лето, это скорее привилегия Кипра. Да, именно поэтому я сегодня вас хочу познакомить с великолепной возможностью приобрести себе лето на круглый год за совершенно бюджетные деньги и ещё и заработать на этом. Ну, давайте вот узнаем, как это можно сделать. Тем более, что я понимаю, что вы, ну, вот ваше место работы как раз-таки связано с этим. Я работаю на застройщика, на одного из самого большого застройщика на Северном Кипре. Это Афик Групп. И предоставляю его недвижимость сегодня к вашему вниманию. Да, ну вот если мы будем говорить о возможности действительно подарить себе лето круглый год и, более того, сделать это за таким бизнесом и, можно сказать, ну, своей профессией. Заработать на этом деньги. Да, заработать на деньги. Тем более, что я хочу сказать нашим слушателям, что Юлия, ну, знаете, вот как говорят, там сапожник должен быть всё-таки в сапогах. Вот как раз-таки Юлия за эти четыре года приобрела четыре квартиры, да? Да, трёхэтажный дом для проживания и четыре квартиры я купила для аренды. Буду сдавать аренду. Ну, и вот, наверное, самое время поговорить о том, какие же цены на квартиры, если мы собираемся или приобрести, может быть, или, я уж не знаю, сдавать их. Мой застройщик, Кафик Групп, предлагает вашему вниманию элитные апартаменты, которые находятся непосредственно в пешей доступности от Средиземного моря. В данном случае это 600 метров, то есть они фактически на берегу находятся. 600 метров и море. Да, да, первая линия от моря фактически, да. Это, если сравнить с нашей Юрмалой, то есть это, наверное, самые-самые такие дорогие, там, лакомые вообще места юрманские, да? Да. Кипрский застройщик Кафик Групп, который на рынке недвижимости с 1995 года. Компания очень надежная, компания основана на израильских инвестициях, успешно занимается строительством на Кипре. На данный момент мы сегодня рассмотрим стоимость кусочка лета, который вы можете приобрести на всю жизнь для себя и для своих деток. Стоимость такого кусочка лета минимальная будет 38 900 евро. Это квартира-студия площадью 45 квадратных метров. Квартира целиком. И вот, допустим, берем цену 38 900, делим на количество квадратных метров и получаем цену за квадратный метр. 864 евро за квадратный метр. Это квартира в новострое, то есть свеженькая, тока-тока, да? 600 метров от моря с чистовой отделкой, с готовой кухней и ванной. Фантастическая цена. И плюс ко всему она находится в комплексе, да? То есть это... Да, она находится в комплексе. Сразу хочу сказать, что инфраструктура всех наших комплексов соответствует уровню пятизвездочных отелей класса, все включено. Соответственно, весь спектр возможных услуг от и до, все, что только пожелает ваша душа, все услуги и развлечения, все, что вы захотите, можно заказать, не выходя из комплекса. А можно вот чуть-чуть подробнее, что это имеется в виду? Вот если мы говорим вот о том, что, ну, может быть, человек хочет там, не знаю, искупаться в бассейне, вот если мы говорим про отель. Конечно. Вот, допустим, возьмем один из моих самых любимых комплексов, Цезарь Резорт, который находится непосредственно 600 метров от пляжа. Пляж песочный, не каменистый, с очень мягким заходом в море, то есть можно не бояться, что дети побьют ноги об камни. И в комплексе составляет инфраструктура, например, семь бассейнов, некоторые крытые бассейны, некоторые открытые. Семь, подождите, вот с этого места попадло мне, семь бассейнов в этом комплексе. Да, в этом комплексе. Честно говоря, вот это с трудом представляю. Семь бассейнов, например, имеется семейный бассейн 760 квадратных метров, спортивный бассейн для плавания, разделенный полосками такими специальными, 330 квадратных метров, крытый бассейн, зимний, с подогревом, 100 квадратных метров, детский бассейн, 30 квадратных метров, и помимо этого три бассейна с абсолютно натуральной морской водой. А детский бассейн как раз для тех, кто собирается переехать, я понимаю, с детьми. Конечно, да. Помимо этого детские аквапарки присутствуют, спортивная инфраструктура, теннисные корты, волейбольно-баскетбольные площадки, множество спортивных площадок на открытом воздухе, спортивный зал, фитнес-центр, студия йоги и пилатеса, прокат велосипедов-самокатов, пять детских площадок огромных, русский детский сад, прям непосредственно в комплексе сразу есть. То есть русский детский сад, это означает, что там воспитатели... Да, русскоязычные. Русскоязычные. Да. Детский клуб имеется, детский клуб имеет анимацию для детей каждый день бесплатно, как в отеле «Пять звезд». То есть вы пришли, отдали ребеночка своего, пошли заниматься своими делами, вечером пришли, его забрали, и голова у вас не болит, что ваше чадо присмотрено. Также имеются аркадные игры, настольный теннис, снукер, зона спа имеется, израильская спа с косметикой «Мертвого моря», очень классная, я сама очень люблю туда ходить. Также имеются сауны нескольких видов, хамамы, джакузи, массажные кабинеты для разных видов массажа, маникюр-педикюр, профессиональная косметология, парикмахерская, студия визажистов, четыре разных ресторана, винный бар, кальяонный лаунж-бар, бар в бассейне, беседки для пикников, свой супермаркет в комплексе имеется, опять же, караоке-бар русский, русская дискотека называется «Обратно в СССР», очень забавное местечко с символикой соответствующей, аптека имеется, клининг-услоги, прачечная, языковые курсы имеются, медицинский пункт, круглосуточная охрана и видеонаблюдение в комплексе, зеленая инфраструктура, сады и парки, круглосуточная стойка регистрации, экскурсионное бюро. Ну, вот если я все это вот сейчас переварю, в голове получается, что это, по большому счету, такой большой отель, в котором можно практически покупать. Это комплекс именно отельного типа. Где практически все там предусмотрено для того, чтобы человек мог жить не... Не выходя из этого комплекса. Практически, да. Но если выходить, то только до... Если вам лень пройти 600 метров до пляжа, то каждый час ходит шаттл бесплатный, который довезет вас до моря и привезет вас обратно. Ну, это уже для совсем, по-моему, ленивых. Да, не жизнь, а малина. И вот это все разработано как раз для того, чтобы люди могли поселиться и отдыхать. Но я понимаю, что наверняка ведь кто-то поедет, и кому-то нужно работать. Конечно. Ну, а если мы говорим о стоимости недвижимости на Кипре, вот я знаю, что в принципе Северный Кипр демонстрирует достаточно в последние годы впечатляющий рост экономика, и растет экономика, вот начиная, если брать с начала нулевых, там от 5,5% в год до сейчас 15,5% в последние годы. И я понимаю, что это, с одной стороны, и вложение денег, которое обеспечивает ну, беспрерывный тоже рост. То есть, эта недвижимость, она будет расти в цене с годами. Конечно. Это я подтверждаю из личного опыта, что купленная вами недвижимость каждый год растет в цене. Рост цен в среднем от 10 до 15%. И поскольку экономика Кипра очень быстро развивается, инфраструктура растет, в последние годы очень активно застраиваются приморские территории, первая линия от моря. И особенно активно в тех местах, конечно же, где есть свободный доступ к песчаным пляжам. Ну, соответственно, свободных земель под застройку становится все меньше и меньше, а чем их меньше, тем они дороже. Ну, то есть, получается, что вложившись, если сделать покупку сейчас, то, в принципе, можно... Через год, да, эту квартиру можно перепродать и выиграть на этом от 10 до 15%. Если через 2, через 3 года вдруг и не захочется продавать. Хорошо, но вот, предположим, человек действительно приобрел квартиру, но поскольку он работает, ну, может проводить какое-то ограниченное время в году на Кипре, ну, вот, если так складываются обстоятельства, что он работает в Латвии или, там, не знаю, в международной какой-нибудь компании, ему бы, наверняка, хотелось бы, чтобы его недвижимость не простаивала. Конечно. Наш застройщик не только продает жилье, но и предоставляет возможность гарантированной аренды, чем сводят ваши хлопоты по этому вопросу абсолютно к нулю. То есть, независимо от того, сдалась ваша квартира или не сдалась, вы получаете 7% от цены продажи чистой прибыли в год. Это происходит так, 7% прибыли за аренду застройщик выплачивает вам авансом вперед за весь год после заключения договора о гарантированной аренде. То есть, вы берете свои деньги авансом, и у вас ни о чем голова не болит. Если вы приобретаете квартиру не в рассрочку, а за полную стоимость, у нас есть еще условия рассрочки, я расскажу чуть попозже, и заключаете с застройщиком договор о субаренде, то застройщик вам возвращает 21% от стоимости за 3 года гарантированной аренды. Также вы можете самостоятельно сдавать свои квартиры через booking.com или R&B сайт, и к вашему сведению, квартира, стоимость за сутки стоит студия у нас 30 евро. Получается, что, в принципе, приобретая квартиру, человек может сам выбирать, то есть он хочет жить в ней сам, получать удовольствие от жизни, либо практически превратить это в такой очень приятный бизнес, вид бизнеса, который приносит ему гарантированный доход, и дальше ему нужно только просто считать дальше поступающие к нему деньги. Но смотрите, вы сказали уже о том, что есть беспроцентная рассрочка платежей от застройщика, вот что это такое и как это работает, то есть вот если человек приобретает, например, ну не сразу выплачивает, а берет в рассрочку эту квартиру. Третий плюс, о котором я хочу рассказать, это беспроцентная рассрочка сроком до четырех лет. Рассрочку дает сам застройщик, а не банк, поэтому рассрочка без процентов, сколько в долг у застройщика взяли, грубо говоря, столько и отдали. Вот еще раз обратим внимание, без процентов. Без процентов, да, чудеса. То есть смотрите, как это происходит, при оплате всего лишь 30% от стоимости квартиры вы уже можете заезжать в эту квартиру, жить или сдавать ее как вы пожелаете. И остальные 70% мы оформляем в рассрочку без процентов до четырех лет. Если вы хотите более долгую рассрочку на 10, на 20 лет, то застройщик согласен дать вам кредит, но под 9 годовых процентов. Здесь вроде все тоже ясно. Кстати, я хочу сказать нашим слушателям о том, что вот всю эту информацию иногда может быть просто она очень быстро прозвучала в эфире. Во-первых, вы можете сами связаться с Юлией по телефону плюс 372 59 3 69 677 Если вы не запомнили телефон, ну, наверняка вы можете его найти, появится статья на сайте MixNews и там вы найдете координаты. И вот по этому телефону вы можете связаться также через Viber, WhatsApp или Telegram и все наверное какие-то вопросы, которые могут возникнуть у слушателей вы можете с Юлей обсудить и решить. Да, я с удовольствием жду ваших звонков, помогу, чем смогу, все подробно расскажу, так сказать, из первых рук, потому что сама круглый год нахожусь там, На Кипре. Да, и много опыта с недвижимостью, в общем, обращайтесь, пожалуйста. Ну, и, наверное, самый такой важный вопрос, как сама происходит сделка, купли-продажи и насколько там необходимо, если необходим момент вот взноса этого, можно ли платить наличными или можно через банки. Плюс, конечно, заключается в том, что сделка о покупке квартиры или виллы занимает максимум два часа. И для сделки нужно внести всего лишь 30% от стоимости квартиры, плюс иметь при себе паспорт. Никаких справок из банков о ваших доходах не требуется, справка с вашей работой, опять же, тоже никого не интересует, застройщик поверит вам на слово. первый взнос 30% от стоимости вы можете оплатить как банковским переводом, так и наличными деньгами, кэшем. Грубо говоря, можно прийти с чемоданом денег и купить квартиру немного не по-европейски, но тоже имеет свои плюсы, да, и кому как удобно, конечно. Опять-таки, для того, чтобы пользоваться этой квартирой, как получить вид на жительство, нужна ли виза, вот мы же говорим все время, я понимаю, ну вот про Северный Кипр, и что для этого нужно, для того, чтобы спокойно приехать в свою вновь приобретенную квартиру? Да. Что касается вида на жительство, резиденции острова, она оформляется всего за две недели после покупки жилья. После покупки недвижимости мы с вами идем с пакетом документов в полицию, и через две недели ваш вид на жительство готов. Вид на жительство обычно дают на год, сроком на год, с последующим продлением. Оформление вида на жительство стоит примерно около 80 евро на наши деньги, и имея годовой вид на жительство можно целый год находиться на острове, никуда не выезжая, также пользоваться бесплатными медицинскими услугами, а вот лицам старше 65 лет и моложе 18, они вообще не нуждаются ни в каком виде на жительство, ни в визе, они могут находиться на острове столько, сколько захотят, их время совершенно не ограничено. Что касается самой кипрской визы, если вы просто заезжаете в гости, допустим, то она ставится на пограничном контроле, визу с нашими латвийскими паспортами ставят до 90 дней перебывания, по истечении этого срока мы с вами либо идем делать вид на жительство, либо вы можете просто вылететь на один день в Стамбул и в тот же день вернуться обратно, и вам опять поставят визу сроком до 90 дней. То есть получается, но вот если говорить про ваш может быть личный опыт, когда к вам друзья, не знаю, приезжают, то есть это достаточно просто, то есть если ну они хотят ну не знаю, пожить у вас какое-то время, то есть это не возникает никаких... Без проблем, что через южный аэропорт 90 дней дается с нашими паспортами, что через северный аэропорт, тоже виза дается на 90 дней и ставится непосредственно на границе, никуда не надо обращаться, заказывать ее, специально что-то платить, все это в процессе. Ну и насколько так я понял, что если пожилые родители, их тоже можно привезти и совершенно спокойно они могут жить в приобретенной квартире и... Их времени ограничено, они могут находиться там сколько захотят. То есть получается, что им не нужно продлевать все эти сложности, ну не знаю, вылететь в Стамбул, снова вернуться, это уже для людей... Неограниченное количество времени находиться там, точно так же, как и дети до 18 лет. Ну что же, наверное, мы сейчас сделаем небольшую паузу, после чего вернемся в студию, я напомню, что разговор сегодня идет у нас о жизни на Кипре, и вот наша соотечественница Юлия Щербака, которая уже 4 года проживает на Кипре, рассказывает о том, как поселиться, как приобрести недвижимость, какие в этом есть плюсы и выгоды. Ну что, мы продолжаем нашу программу, встретились, поговорили, сегодня мы встречаемся и разговариваем с нашей соотечественницей Юлией Щербака, которая 4 года проживает на Кипре и рассказывает о том, как обустроиться, как сделать Кипр своим домом и для всех желающих, но, знаете, я думаю, что многие ведь, слушая нас, думают, ну да, да, конечно, рассказывают, вот хотелось бы, не знаю, увидеть своими глазами, пощупать, как в лице, потрогать, потому что одно дело, ну как вот услышать, говорят, лучше один раз вот пощупать, чем сто раз услышать. Каким образом можно вот проверить все вот эти чудеса, вот, ну действительно, про шикарные комплексы, про квартиры, увидеть, встретиться, может быть, с застройщиком, посмотреть вот на всю эту красоту? У нас есть такая, возможность, наш застройщик Афиггрупп предоставляет трехдневный смотровой тур, то есть вы покупаете сами билеты, мы присылаем за вами трансфер, забираем вас с аэропорта и совершенно бесплатно на три дня селим в апартаменты, которые вы впоследствии можете купить. То есть получается, что, ну вот увидеть своими глазами и пощупать, это все реально? Да, лично я вас встречу, все покажу, все расскажу, представлю застройщику, заселю в апартаменты, следующие три дня мы с вами проведем, я покажу вам, что где интересного, где что купить, все расскажу более подробно, плюс мы посмотрим все варианты недвижимости, потому что есть и студии, есть один плюс один, есть два плюс один, есть разные, есть виллы, тоже по такой же хорошей цене, и плюс я хочу вам сказать, что кто успеет мне позвонить сентябрь, октябрь, ноябрь, застройщик меня уполномочил дать 5% скидку, еще с этой цены, да, которую я сказала. Ну и проживание получается совершенно бесплатное в апартаментах, то есть можно вот так себе устроить трехдневные каникулы, приехав, посмотрев, ну и если действительно понравится, то почему бы и нет, то есть здесь как раз есть возможность все пощупать и увидеть своими глазами, но ведь и приобретенная недвижимость, мы знаем, что нужно за нее платить налоги, вот может быть, вот об этих каких-то вещах вы тоже нас просветите. Да, хочу вам рассказать, что государственный налог на покупку новостроя у нас составляет до сих пор всего 5%, в отличие от, например, Европы, той же Испании, к примеру, где налог НДС, это единоразовый платеж государственный, составляет 8% на вторичку и 13% вы должны заплатить за новострой. У нас этот налог всего 5% на острове. Наверняка мы все знаем, насколько таким не самым приятным моментом является получение коммунальных платежей. И зимой в Латвии, мы знаем, что в временах бывают и суровые зимы, и цены на отопление, на обогрев очень и очень высокие. Вот как обстоит дело на Кипре? У нас очень низкие цены на коммунальные услуги и на обслуживание комплекса, учитывая то, что комплекс уровня пятизвездочной гостиницы, в которой есть абсолютно все, и в полном объеме вы, конечно же, можете пользоваться всей инфраструктурой, и все это обойдется вам всего лишь в 50 евро в месяц, не так, как у нас в Юрмале, например, 500 евро в месяц, то есть всеми бассейнами все, что я перечислила, это все входит в стоимость, это все вы можете бесплатно пользоваться, 50 евро в месяц из расчета на студию. Если вот мы говорим о отоплении, я понимаю, что здесь другая, скорее, проблема кондиционера, да? Да, да. В жаркую погоду. Кроме этих 50 евро вам остается только заплатить то, что вы нажгли свет, электричество, то есть использовали в своей квартире, это будет стоить 10 центов за... Киловат. Киловат, да. Вода, евро 33 на наши деньги, куб будет стоить, и газ вы должны оплатить. Ну, баллон газа стоит 11 евро на наши деньги, и если готовить, по моим наблюдениям, с утра до вечера, то его хватает месяца на два где-то. Вот так вот. Опять же, я хочу сказать, сказать, что у нас на острове дешевле бензин, чем в Европе. Бензин у нас стоит доллар. Сигареты у нас дешевле в два раза, чем в Латвии. Продукты у нас в два раза дешевле, чем в Латвии. Лекарства абсолютно все дешевле тоже в два раза. И почему-то можно все без рецепта купить. Ну, как-то так. И еще хочу интересную такую вещь рассказать, что у нас абсолютно натуральные, вкусные, полезные продукты. У нас генно-модифицированные продукты на острове запрещены. Ух. Ну, и, кстати, если мы говорим здесь про валюту, там, в основном, это турецкая лира, да? Да. Национальная валюта это турецкая лира, но вы также можете платить в евро, в долларах или в английских фунтах. Совершенно спокойно. Да. Хотя просто я знаю, что случаи были, когда туристы, видя цену, они думали, что это цена просто в евро, а оказывалось, что в турецких лирах, что там, по-моему, в три раза дешевле. То есть для них это абсолютно... То есть то, что, в принципе, мы воспринимаем как в евро и для нас это абсолютно нормальная цена, на самом деле ее нужно делить на три, потому что все вот в три раза дешевле. То есть получается, что проживание на острове ну, такое же, в принципе, ну, не обременительное для кошелька, как... Я бы сказала, что она в два раза не обременительнее для кошелька, чем в той же латвии, потому что я вот сюда приехала, мне все кажется ужасно дорого. Возвращаясь вот к покупке квартиры, в каком виде покупатель получает квартиру и что необходимо вот, да, может быть, доделывать или как-то какие-то... доделать ремонт в этой квартире? Хочу вам рассказать, что за эти 38 900 евро, то есть за 864 евро стоимость квадратного метра в новострое 600 метров от Средиземного моря, вы покупаете не только квартиру, а застройщик отдает вам почти полностью готовую для жизни эту квартиру, она с чистовой отделкой, с полностью готовыми внутренним ремонтом, детали, которые вы, кстати, можете выбрать сами себе по душе, как, например, там плитка или ламинат на пол, то есть... вот, и так, что у нас еще... Цвет стен можете выбрать в ванной, вас уже будет ждать готовый ванный гарнитур, плюс вся сантехника. На кухне также застройщик дарит полностью встроенный кухонный гарнитур, и цвет и текстуру можно выбрать, и все окна, трехмерные стеклопакеты, входные стальные двери, и двери внутренние, деревянные, все ручки тоже идут в подарок. Замечательно. Если говорить про Кипр, вот сочетание удивительной турецкой культуры, греческих традиций, киприотских корней, вот что это за такое вот место, в принципе, вот мне один раз был на Кипре, мне ужасно понравилось, потому что и сама природа, и море, и пляжи, и, ну, люди какие-то очень такие душевные, и я бы сказал даже немножко, как бы это сказать, никуда не спешащие, ну, с какой-то такой вот легкостью относящиеся к жизни, вот совершенно какой-то особый тип людей. Да, люди все никуда не торопятся, не спешат, потому что абсолютно расслабленная атмосфера на острове, все друг к другу очень душевно относятся, то есть, если ты спросил у турка-киприота, куда там пройти, допустим, не можешь сам, грубо говоря, он бросит все свои дела и поведет тебя за руку по твоим делам, а если говорить немного о фактах о Кипре, то Кипр это третий по величине остров в Средиземном море после Сицилии, Сардинии, и Кипр является бывшей британской колонией. Там еще сильны действительно такие вот британские традиции, то есть, ну, кусочек Британии, можно сказать. Да, с 1974 года Кипр поделили на два государства, Республика Кипр, это греческая страна, и Турецкая Республика Северный Кипр, которую мы представляем собственно сегодня. Кипр это президентская Республика, население примерно 350 тысяч человек, Кипр сторона многоязычная и мультикультурная, население греко-киприоты и турко-киприоты, и где-то около 30 тысяч русскоязычных там проживает на данный момент на северной стороне. Официальный язык на северной стороне на турецкой турецкий, конечно, на греческой стороне греческий. У Кипра очень... Ну, все по-английски, по-моему, совершенно спокойно тоже понимают и говорят. Там все по-русски говорят, потому что с таким количеством наших соотечественников уже и предоставляются и в банке, и в магазинах, везде набирается русскоговорящий обслуживающий персонал. Вот. Ну, если вот говорить про климат, мы столько все говорим, что действительно теплая страна, где практически не требуется отопление даже зимой. И какие вот сезоны существуют, какие температуры? Да. Наверное, вам будет интересно, сколько длится сезон на Кипре. Пляжный сезон на Кипре у нас начинается с середины апреля и заканчивается с наступлением ноября. В принципе, конечно, многие наши покупатели купаются круглый год. Особенно, наверное, с Балтийского моря. Да, потому что температура воды у нас не падает ниже плюс 19 градусов. Поэтому, если люди привыкли плавать в прохладной воде, как и в Латвии, например, то для них сезон, конечно, круглогодичный. В зимний период времени у нас температура воздуха плюс 12, плюс 17. Бывают теплые дни плюс 20. Ночью температура воздуха не падает ниже плюс 7. И в зимний период времени нас обычно посещают люди, которые устали от погоды и зимы в своих странах. Приезжают очень много скандинавов, англичан, те, кто планирует не столько пляжный отдых, сколько экскурсионный. Покататься по Кипру, посмотреть древнейшие архитектурные ценности, попробовать местную кухню, ну и отдохнуть, конечно же. Ну и отдохнуть, наверное, на пляже. Мы в принципе вот как-то не говорили о том, ну говорили о том, что 600 метров от комплекса до пляжа. А вот что можно рассказать про пляжи Кипра? Все пляжи Кипра по законодательству принадлежат народу Кипра. Это значит, что где бы вы ни находились, где бы вы ни отдыхали, вы имеете доступ к любому пляжу. То есть вы можете зайти на пляж, где, к примеру, предоставляет весь сервис спецзвездочный отель. Единственное, что необходимо будет сделать в случае, если это отель или коммерческий частный пляж, оплатить стоимость пользования оборудованием, шезлонгом и зонтиком. На густарственных пляжах дополнительного сервиса нет, есть только зонтики, лежаки, раздевалки и душ. Стоимость этих услуг... Да, так увы, не всегда у нас найдешь на пляже, это только главное. И стоимость этих услуг обойдется вам в 1 евро за весь день на одного человека. Прекрасно. История Кипра. Я знаю, что здесь можно найти ведь уникальные на этом острове постройки чуть ли не 14 века. И есть на что посмотреть, и там история переплелась от каких-то орденов, там плиеров, там до наших дней просто... Безусловно, захватывающие истории культуры. Многие читали о Кипре, здесь была и Византийская империя, и Османская империя, огромное количество архитектурного наследия, церкви, замки, оборонительные сооружения. Я живу на Кипре четвертый год, но, к сожалению, даже я до сих пор не все посмотрела. Так что будет чем заняться, не только валяться на пляже, не только развлекаться. Но вот не дай бог, тьфу-тьфу-тьфу, мы там приболели. Насколько это вот с этим все? Да. Здесь для нас будет важен тот факт, что в случае, если вы отдыхаете на Северном Кипре, и не дай бог с вами случилась какая-то беда, и вам необходимо оказать первую медицинскую помощь, она для иностранцев оказывается на Северном Кипре абсолютно бесплатно. То есть можно даже страховку не покупать. То есть госпитализация и первая медицинская помощь для вас бесплатна. Единственное, если в последующем потребуются какие-то дополнительные процедуры, и вы решите остаться на Северном Кипре, то тогда вам их предложат на платной основе. Также у нас очень развит медицинский туризм. Ввиду того, что качество медицинского обслуживания достаточно высокое и при этом недорогое, многие люди, которые хотят в два раза сэкономить, выбирают по ряду направлений именно Северный Кипр, от себя могу сказать, что у нас в два раза дешевле делать зубы, в два раза дешевле пластическая хирургия, и очень популярно у нас искусственное оплодотворение. Это тоже в два раза дешевле, чем в Европе. Нюлья, я знаю, что вы, переехав на Кипр четыре года назад, также перевезли из Латвии и ребенка, который сейчас учится. Вот что с образованием на Кипре, как это происходит? То есть, каким образом можно получить образование, если, предположим, человек переезжает, и у него есть дети? Да. Образование в школах и университетах Северного Кипра доступно для любых национальностей. Здесь вам может быть интересен тот факт, что более 50 тысяч британских семей, проживающих на острове постоянно, открыли не одно учебное заведение. Это очень хороший уровень частных английских учебных заведений, которые готовят к поступлению именно в британские вузы. То есть, полностью по программе британских вузов происходит обучение, и большинство специалистов-преподавателей непосредственно являются носителями языка, либо преподают иностранцы, хорошо владеющие языком. Открытые на Кипре англичанами вузы аккредитованы Англией, и, по сути, получается полноценное британское образование, но по кипрским сниженным в половину ценам, которые ощутимо ниже, конечно, чем в самой Великобритании. Стоимость частной школы или колледжа примерно около трех тысяч евро в год. При этом государственные школы и детские сады совершенно бесплатные. Обучение происходит на турецком языке, и в турецких бесплатных школах, как и в частных учреждениях, к новь поступившим ученикам относятся очень лояльно, многие без страха отдают учиться детей вообще без языковой подготовительной базы, язык учится по ходу занятий прямо в школе. Кстати, к бесплатной школе прилагается еще и бесплатный школьный автобус, который утром заберет вашего ребенка прямо от дверей, и после занятий доставит обратно к дому в целости и сохранности. Юлия, может быть, ваш личный опыт все-таки где учится ребенок? У меня ребенок учится в кипрском филиале Кембриджского университета, и образование стоит 3000 евро в год на английском языке, очень ребенок доволен, после одного года обучения там он уже сам преподавать английский начал другим детям, в общем, и собирается после этого поступать в Кембридж, в Англию. Ну что, почти убедили уже, просто действительно вот столько плюсов и интересностей рассказала нам Юлия, но давайте, подводя вот итоги, может быть, есть, я знаю, сайт недвижимост значит дефис кипр .com это сайт, где можно найти всю информацию о недвижимости на Кипре, и можно позвонить, вот я сейчас продиктую номер телефона, вот плюс 372 это код, затем 593-69-677, но этот номер телефона вы можете найти на сайте Микс Ньюс, когда появится буквально завтра, послезавтра статья по мотивам нашей сегодняшней беседы, но вот в Ватсапе, в Вайбере, в Телеграме вы смело можете по номеру Юлии задавать любые вопросы. И вот, может быть, для тех, кто подключился сейчас, вот хочется, заинтересовались, есть возможность отправиться на Кипр, приобрести жилье, но хочется быть уверенным, что увидеть это жилье своими руками пощупать. Еще раз расскажите, как бесплатный смотровой тур происходит, вот как это реально осуществляется. Наш застройщик Айфек Групп предоставляет вам великолепную возможность записаться в смотровой тур и три дня пожить в апартаментах ВИП-класса совершенно бесплатно. Смотровой тур вас не обязывает к покупке, но вы можете приобрести потом апартаменты, если вам понравится все, звоните мне на телефон, пишите в Вайбер, Ватсап, Телеграм, записывайтесь, с удовольствием сорганизую для вас все. То есть, вы платите, я нашим слушателям поясняю, платите только за перелет до Кипра, до места назначения, а дальше трансфером вас забирают и селят в апартаменты, где три дня вы проживаете совершенно бесплатно. Может быть, это даже какие-то такие мини-каникулы, мини-отпуск можно устроить себе для того, чтобы пожить, посмотреть, увидеть жизнь Кипра своими глазами и решить, хотите вы здесь жить или нет. И я понимаю, что мы говорим про квартиры самые разные, то есть, небольшие студии, мы говорим про уже квартиры, которые рассчитаны на семью с детьми, мы говорим о том, что можно и если человек побогаче приобрести вплоть до виллы, то есть, это огромный спектр недвижимости, который зависит от возможностей, кошелька, от количества. количество. Да, конечно, как маленькие квартиры, так большие, и можно купить виллу, и дом, посмотреть можно все у нас на сайте. Ну и, да, сайт недвижимост, дефис, кипр.ком. И еще, я просто сразу для тех, кто, может быть, пропустил важную информацию, есть возможность без процентной рассрочки платежей от застройщика. Вот это меня тоже, конечно, поражает. Это получается возможность до 4 лет таким образом растянуть эти платежи и не обязательно всю сумму платить сразу в один присест. Да, 30% от стоимости, остальные 70% мы можем растянуть сроком на 4 года без процентов. Подводя еще итоги, вот для того, чтобы закрепить эту информацию, я понимаю, вот 50% 50 евро в месяц стоит пользование инфраструктурой, то есть, проживая, приобретая квартиру в комплексе, люди получают возможность пользоваться всей инфраструктурой этого комплекса, куда входит огромное количество развлекательных всевозможных моментов там и для занятия спортом, и посещения бассейнов, плавания, причем там прозвучало совершенно фантастически 7 бассейнов, потому что есть и зимние крытые, есть детские бассейны, есть спортивный бассейн, ориентированный на спорт, есть, и три из них с натуральной морской водой, три с морской водой, то есть практически до моря можно даже не ходить, предлагается такой сервис отеля в большом комплексе, комплекс, я понимаю, такой, находящийся на первой линии моря, вот практически 600 метров до моря, для особо ленивых даже существует там специальный трансфер, который отвезет вас бесплатно на море и обратно. И все это находится на Кипре, если вы заинтересовались, вы можете позвонить Юлии по номеру телефона плюс 372 59 369 677 задавать вопросы совершенно спокойно через вайбер, ватсап или телеграм, ну и возможность именно отправиться на бесплатный смотровой тур и посмотреть все это своими глазами три дня бесплатно пожить в этом комплексе, в апартаментах и посмотреть насколько они подходят вам. Ну что же, спасибо большое, Юлия, действительно заинтересовали. Я понимаю, что вас можно еще и найти на Фейсбуке, то есть в принципе сейчас мы все живем в Фейсбуке и наверняка тоже вот больше информации там в фотографии. Да, конечно, на моей странице очень много информации непосредственно про Северный Кипр, так что прошу всех добавляться в друзья, писать вопросы, все расскажу об интеграции в среду, о переезде, в общем, помогу, чем могу. Многости просим к нам на Кипр. Найти на в Фейсбуке Юлия North Cyprus, ну это вот по-английски Северный Кипр, ищите, вот вбивайте в строку поиска вы найдете Юлию, и не забывайте о том, что вот застройщик предложил еще, если вы решитесь приобретать квартиру в сентябре, октябре и ноябре, 5% скидка, то есть вот такие еще заманчивые предложения. не дозвониться, всем дам 5% скидку от застройщика. Спасибо большое, Юлия Щербак была сегодня в нашем эфире, до встречи на Кипре. Всего доброго.